Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, те, кто с нами находится в прямом эфире, я думаю, что вот эти дни, когда мы находимся, как мы называем, на карантине, в изоляции, имеем возможности посещать Церковь и видеть друг друга, как-то стали особо близкими для каждого из нас в хорошем смысле этого слова. Это нас духовно где-то укрепило, приблизило к Господу. Я так благодарен всем братьям и сестрам, которые сегодня поздравляют друг друга, отсылают маленькие видеопоздравления, стихи, картинки, слова из Писания, пишут. Вы знаете, в это утро я хотел бы поделиться Словом Господнем, которое записано в 1 Коринфянам, 15 глава. Первое послание Коринфянам, 15 глава, прочитаем два стиха, 22-23 стих. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его». Дорогие друзья, хочу поделиться с вами в это утро тремя важными библейскими истинами. Первая истина – смерть в Адаме. Вторая истина – спасение и жизнь во Христе. И третья истина – тайна воскресения верующих. Тема моей проповеди сегодня называется в это утро «Надежда на воскресенье». Надежда на воскресенье. Вы знаете, друзья, глядя на историю мира, включая и события последнего времени, мы с уверенностью можем сказать, что судьба всего человечества решилась в двух людях. Судьба всего человечества уже решилась в двух людях. Первый человек – Адам, который стал родоначальником всего рода человеческого. Второй человек – Иисус Христос, который стал спасителем всего рода человеческого. Вы знаете, мне кажется, когда мы рассуждаем о Адаме, мы не так много посвящаем этому времени. Чаще всего, мне кажется, мы упоминаем его, когда мы говорим о грехопадении или о том, что последствия грехопадения стали в поте лица, будешь добывать хлеб, или когда мы детям рассказываем какую-то историю. Но я думаю в это утро, друзья, рассуждая вот над этим текстом Писания, над этой драгоценной истиной, я убежден, что мы никогда по-настоящему не познаем и не оценим блаженство и наше спасение во Христе, пока мы не поймем и не познаем нашу трагедию в Адаме. Друзья, это был непростой человек. Это был первый человек, которого Бог сотворил сам. Помните, как мы читаем в Священном Писании, когда Господь сказал, сотворим человека по образу и подобию нашему. Друзья, вдумайтесь только в эти слова. Бог говорит, мы в множественном числе, то есть Святая Троица участвовала в созидании, в творении первого человека, друзья. Он абсолютно не был похож, как мы. Это было абсолютно Божие творение, Божие создание, в котором Господь сам вдохнул, дыхание дал жизнь ему. Он был духовно на высоте, его дух был соединенный с Богом. Адам имел возможность общаться с Богом. Его душа была настолько глубока, богата, развита, совершенно. Он имел способность думать, мыслить, радоваться. Он наслаждался тем творением, которое Господь предоставил в его руки, в его власти. Его интеллект был абсолютно совершенным. Мог назвать зверей все творение, все, что Бог предоставил в его власти, в его расположение. Это был необыкновенный человек, Адам. И мы не должны недооценивать этого. Это было Божие творение. Друзья мои, но Писание говорит о том, что в Едемском саду произошла величайшая трагедия. Мы знаем, что грех проник туда, проник в сердце, проник через глаза, проник через вожделение. Пришла смерть. И апостол Павел очень кратко, лаконично подводит итог Адаму, его жизни и нашим взаимоотношениям с Адамом. И он говорит, как в Адаме все умирают. В Адаме все умирают. В послании к римлянам, 5 глава, 12 стихе, есть еще один очень важный текст, который говорит также о смерти Адама и последствиях, которые пришли после его падения, после его грехопадения. Смотрите. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем, то есть в Адаме, все согрешили». В этом стихе апостол Павел ясно высказывает три мысли, почему в Адаме все люди приговорены к смерти. Прежде всего, первое, Писание говорит, что одним человеком грех вошел в мир. Обратите внимание, как Павел использует слово «вошел». Грех вошел. Предполагается, что он имеет как бы возможность ходить. Представьте себе, то есть Адам стал проводником, Адам стал, можно сказать, той дверью, через которого грех вошел в мир. Друзья, это произошла трагедия. Личная была Адама. Можем себе представить, что обнаружил в себе. Он умер духовно прежде всего. Он потерял отношения с Богом. Он удалился от Бога, от своего Творца. Он спрятался. Он увидел, что те взаимоотношения, которые были раньше с Богом, их не существует больше. Он увидел свою наготу. Он обнаружил то, что он потерял свои интеллектуальные, абсолютно возможности, которые он имел. Он это почувствовал. Он это увидел, обнаружил в себе. Это была его персональная трагедия. Я убежден, что Адам почувствовал, что и его физическое тело больше перестало быть тем совершенным, безгрешным, святым, которым Бог им дал и невинным. Обнаружил наготу стыд. Пройдут годы. И хотя Адам прожил много сотен лет, он будет в своей жизни замечать, как стареет его тело, теряет память, изменяется его тело. И он ощутил всю силу, всю трагедию личного греха. Во-вторых, грех приговорил Адама к смерти, мы говорим, к духовной, физической. И в-третьих, эта смерть распространилась на все человечество. Мы прочитали сегодня, в Адаме все умирают. Кремля нам Павел говорит, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем согрешили. Я думаю, данная ситуация, в которой находятся миллионы сегодня людей, очень хорошо иллюстрирует вот эту ситуацию, которая произошла тогда с Адамом. Я не так давно читал, что в Италии, в стране, которая европейская страна, которая первая стала как бы очагом распространения этого заболевания, коронавируса, и было время, когда искали этого так называемого нулевого человека, его назвали так, нулевой человек, потому что не знали, через кого произошло вот это заражение. Может быть, он побыл в Китае, еще где-то, в какой-то стране, но он с кем-то пообщался, кого-то поприветствовал, кому-то передал, может, протянул руку, не зная этого, но он был носителем этого вируса, и цепочка пошла дальше, дальше, дальше. Почему его искали, этого человека? Для того, чтобы локализовать, для того, чтобы узнать, с кем он еще общался, друзья, вот это очень похоже на то, что произошло в Адаме. Были Адам и Ева, родились детки, и мы видим трагедию, которая обнаруживается в их семье. Родной брат, сын убивает второго брата, Каин убивает Авеля. И последующий, последующий, друзья, как настолько Писание ясно говорит, смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Но, дорогие друзья, дорогая церковь, дорогие слушатели, что такое коронавирус, который сегодня люди боятся, который передается, который опасен, от которого умирают люди? Но что он по сравнению с грехом и с теми масштабами, и с теми последствиями, грехопадениями, которые произошло во всех человеках? От этого греха, от этого сила, от этой смерти, смерти греха и последствий, друзья, не спасет, нету вакцины, никакая изоляция, никакой карантин не поможет, нигде не спрячешься. Всякий человек, приходящий в этот мир, имеет наследственную, наследственную греховную природу, поражающую еще в утробе матери. Поэтому каждый человек связан с Адамом самыми сильными родственными отношениями. И самая большая трагедия этих отношений, что все они заканчиваются, друзья мои, смертью. Апостол Павел очень ясно говорит, в Адаме все умирают. И это происходит ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Какой же выход в этой ситуации, если надежда? Надежда есть. Вторая истина заключается в том, что есть надежда и есть спасение. В 22-м стихе апостол Павел говорит, как в Адаме все умирают, и мы только что рассмотрели кратко эту истину, так во Христе все оживут. Мы уже сегодня говорили, что судьба всего человечества решилась в двух людях, в Адаме, родоначальником всего человечества. И второй пришел, который, интересно, в 45-м стихе этой же главы, 15-й главы, назван Адам, тоже назван Адамом, только назван последний Адам. Первый человек, он перстный с земли, но пришел второй, и вот интересно назван Иисус Христос, назван последним Адамом, Дух Животворящий. Для того, чтобы избавить человечество не только от греха и последствий греха смерти, необходимо было переменить род человека, необходимо было изменить его духовную ДНК, его гепатит, то есть его наследственность необходимо было, друзья, для того, чтобы это изменить, весь этот поток, изменить всю эту структуру человеческой наследственности, необходимо было родиться не от первого Адама, а родиться от святого и праведного Бога. Именно поэтому вторым человеком, в котором решалась судьба человечества, явился Иисус Христос, который назван последним Адамом. Через воплощение Христос стал Сыном Человеческим, соединился с человеческим родом на Голгофском кресте, братья и сестры, это очень важно, мы сегодня уже слышали слово о кресте, для нас спасаемых сила Божия, и на Голгофском кресте каким-то таинственным, непостижимым образом Иисус Христос соединился и взял в себе все человечество, которые жили до Христа, те, которые жили во время Христа, и те, которые будут жить после Христа, до последнего человека, живущего на этой земле, Христос взял все грехи, все беззакония, братья и сестры, и наша связь со Христом стала такой же реальной, как это стала, связь была в свое время с Адамом, во время нашего рождения физического, приход на эту землю, Христос стал заместителем и полномочным представителем всего рода человеческого, и для того, чтобы остановить необратимые последствия греха и смерти и дать возможность людям иметь надежду на жизнь, на воскресение в будущем, Христос своей смертью искупил весь род человеческий, и каждого человека в отдельности от вины и власти греха. Божья любовь уплатила выкуп Божьей справедливости. Божья любовь безграничная нашла решение, выкуп был заплочен сполна. Смерть безгрешного Сына Божьего и Сына Человеческого, который присоединился с нами. И с этого времени каждый человек потенциально свободен, безгрешен, имеет надежду на жизнь вечную. Я говорю потенциально, потому что Бог открыл двери темницы, объявлена амнистия духовная, Бог провозгласил всякий верующий в Иисуса Христа имеет надежду, всякий верующий не судится, на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Интересно, вот этот текст Священного Писания в Римлянам 5,18, «Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение», так обратите внимание, так правдою одного всем человеком оправдание и жизнь, это еще один текст очень важный, обратите внимание, здесь использует апостол Павел одного человека, мы уже рассмотрели трагедию, которая произошла в Адаме, посредством одного человека смерть, грех вошла в этот мир и на все человечество, обратите внимание, точно так же Павел говорит, так правдою одного всем человеком оправдание к жизни, правдою одного, достаточно было одного, чтобы было оправдание к жизни, один из переводов звучит немножко по-другому, смотрите, «И так же, как связанные происхождением с Адамом все умирают, связанные верой со Христом будут оживотворены», то есть связанные с Адамом и связанные со Христом, друзья, сегодня все науки, все ученые работают над одной очень важной задачей, ищут лекарства, ищут то, что поможет людям, ищут эту вакцину, которая спасет миллионы людей, друзья, я думаю, если бы такой человек нашелся и предложил, и действительно это было проверено и подтверждено, представляете, какая будет благодарность, какая заслуга, сколько люди скажут спасибо этому человеку, друзья мои, обратите внимание на вот этот текст, «Правдаю одного всем человеком оправдание к жизни, правдой одного сегодня есть это лекарство, это духовная вакцина против смерти, против греха, это вера в Господа Иисуса Христа». Давайте обратите внимание, как Павел подчеркивает, во Христе все оживут. Интересно, когда, каким образом? Павел говорит, в Адаме все умирают, во Христе все оживут. Смерть теряет силу и власть над теми, кто доверились Христу и Его благодати. И они уже сейчас переживают это спасение, эту радость и это избавление от смерти. Послание к Ефесинам, 2 глава, 5 и 6 стих, апостол Павел говорит, каким образом это происходит. И он, обратите внимание, он говорит так, «И нас, мертвых, по преступлениям оживотворился Христом, благодатью вы спасены». Мертвых по преступлениям оживотворился Христом. Когда это происходит? В момент возрождения души человека, в момент, когда человек обращается в веру в Иисуса Христа, признает силу крови Христа, признает искупительную жертву, признает себя грешником, друзья, происходит величайшее чудо. Вот о чем апостол Павел говорит, «Со Христом все будут оживотворены, благодатью вы спасены». Обратите внимание, как далеко идет Священное Писание. Апостол Павел говорит, не только со Христом оживотворены, не только спасены, но стоит и воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть Бог видит нас не только сейчас на земле, братья и сестры, Бог дает величайшую надежду о том, что соединенные с Сыном Человеческим, соединенные с Сыном Божиим, со вторым, последним Адамом, который пришел на эту землю, спасены. Возрождены, воскрешены и уже посажены на небесах, но только во Христе Иисусе. Величайшая надежда, величайшее благословение. Еще одна краткая мысль очень важна. Обратите внимание, когда мы говорим, как в Адаме все умирают во Христе, так во Христе все живут. В число все включают потомки Адама. Друзья мои, если все в Адаме потеряли надежду, приобрели смерть, то по справедливости всем тогда должна быть возможность и во Христе. И Бог дает такую возможность сегодня. Бог говорит так, что правдой одного всем человеком оправдание к жизни. Дорогие мои слушатели, дорогие друзья, кто будет слушать это слово, в чем сердце есть сомнения, в чем сердце есть сегодня печаль и страх. Благодаря Иисусу Христу есть надежда быть оправданным, быть возрожденным, быть воскрешенным и даже посаженным на небесах во Христе Иисусе. Это вторая истина. Третья истина, которую мы сегодня рассуждаем, это тайна воскресения верующих. В стихах, которые мы сегодня рассматриваем, мы видим, как апостол Павел показывает нам историю искупления человечества всего в пяти стихах. В формате нашего служения сегодня у нас нет возможности посмотреть немножко ниже. Это мы сделаем в следующем собрании. Но позвольте я хотя бы озвучу сегодня эти стихи с 22 стиха по 26 стих включительного для нашего дальнейшего рассуждения. Мы будем говорить это в следующем собрании. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовый в пришествии Его. Из 24 стиха. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не зложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. В 5 стихах апостол Павел охватывает абсолютно весь Божий план спасения и искупления, начиная от Адама и заканчивая Господом Иисусом Христом, когда Он завершит все события на этой земле. Ему надлежит царствовать, и последний враг истребится смерть. Мы будем говорить это в следующем служении. Но что мне хотелось бы сегодня отметить? Вы знаете, кто-то сказал, что мы живем в пасхальное время. Это время начинается с воскресения Искупителя и заканчивается воскресение Искупленных. Между этими двумя событиями происходит духовное воскресение тех, кто верою в Иисуса Христа обращается в молитве покаяния. Очень важная истина. Мы находимся в период воскресения уже почти две тысячи лет, когда Иисус Христос воскрес и ожидаем воскресения мертвых, искупленных. А в это время, в этот период происходит каждый день тысячи, десятки тысяч, которые воскрешаются из мертвых. Итак, что же это за порядок воскресения, о котором говорит Павел? Мне очень нравится, как он преподносит эту мысль. Обратите внимание, с 23 стиха будем рассуждать. Павел говорит, водами умирают, мы рассмотрели, во Христе все оживут. И затем начинает с 23 стиха каждый в своем порядке, каждый в своем порядке. Прежде всего, нужно отметить, что вся 15 глава послания Коринфянам, мы сегодня читали из нее, первое послание Коринфянам, вся посвящена теме воскресения. Если мы внимательно читаем с первого до последнего стиха, она говорит о воскресении. Первое, Павел утверждает о воскресении самого Христа. Если мы возьмем третий и четвертый стих, обратите внимание, Павел говорит о воскресении Христа. Христос умер за грехи наши по Писанию, что он погребен был и что воскрес третий день по Писанию. Вторая истина. Павел смело вступает в полемику с теми, кто на протяжении всех веков будет отрицать воскресение мертвых. 12 стих. Павел говорит, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых. Начиная с 13 стиха по 19 стих, Павел последовательно, логично и убедительно приводит восемь разумных доводов, показывающих взаимосвязь между воскресением Иисуса Христа и теми миллионами последователей, которые будут жить после и которые будут проповедовать, будут верить, будут свидетельствовать и будут умирать с этой надеждой на воскресение мертвых, на воскресение тела и подводит итог вот этим своим доказательством, доводом своим, очень логично. Посмотрите, пожалуйста, дома 19 стихом. Если мы в этой только жизни надеемся Христа, надеемся на Христа, то мы несчастнее человека. В-третьих, мы говорим о общей порядке 15 главы послания Коринфянам. В-третьих, Павел касается темы воскресения тела человека. 35 стих. Как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Как я уже сказал, мне очень нравится, как Павел представляет эту последовательность. Он называет это порядок. Не просто, знаете, что-то как-то возникло хаотично или когда-то. Абсолютно нет. Писание говорит, что Бог есть Бог порядка. У Него есть план. У Него есть время. Все продумано до мелочей, до иоты. Ничего не нарушится. Все находится под полным контролем. И если Бог, согласитесь, в этом мире огромной вселенной управляет под каждыми физическими законами, даже заботясь о детях своих, говорит, что и волосы не упадут без воли Отца Небесного. Врать сестры, скажите, тем более такое событие, как воскресенье мертвых. Это великая жатва. Неужели она пройдет незаметно или спонтанно, или кому-то что-то помешает, какой-то карантин, какие-то ограничения. Нет и нет. И что мне нравится, обратите внимание, Павел говорит так, как это произойдет? Он говорит, каждый в своем порядке и называет первенец Христос, затем Христовый. Почему так апостол Павел называет Иисуса Христа первенцем? Первенец из умерших. Во всей Писании, в Новом Завете пять раз упоминает Христос первенец из умерших. Первенец из оживших мы встречаем это слово Иисусу Христу обращено. А в послании Колосинов, первая глава, 18 стих, написано так. Он есть глава тела Церкви, он начаток, первенец из мертвых, дабы ему, дабы ему иметь во всем первенство. Удивительно, братья и сестры, первенство Христа связано с его воскресением из мертвых, то есть первых из многих, которым предстоит также воскреснуть для вечной жизни. Воскресение Иисуса Христа не может произойти в изоляции от воскресения нас с вами или от тех уже, которые ушли в вечность и ожидают этого времени. Мы взаимосвязаны с нашим Господом навеки и навсегда. Мы знаем, что Священное Писание говорит и в Ветхом, и в Новом Завете были случаи, когда люди умирали, а затем чудным образом, божественным вмешательством люди были воскрешены. Мы знаем случай Ветхого Нового Завета. Но что произошло с этими людьми, братьями, которые находятся с нами? Они умерли. Они снова умерли, даже те, которых воскресил Христос, друзья. Вот почему, обратите внимание, какая разница, почему Христос назван первенцем, потому что Христос является тем, через которого придут все остальные. Через Христа, как через человека, придет воскресение мертвых. В точности, так же, как через Адама первого человека пришла смерть, так во Христе сначала здесь, на этой земле, мы возрождаемся, мы воскрешаем для новой жизни, а затем ожидаем воскресения мертвых. Итак, Божий порядок сохраняется. Первенец Христос уже воскрес, и мы ежегодно отмечаем, празднуем и благовествуем об этом. И следующее событие, которое должно произойти, это что? Воскресение верующих, воскресение мертвых. И Павел называет их Христовы в своем порядке. Первенец Христос, а затем Христовы. Когда это произойдет? Как это произойдет? Согласитесь, это очень важный вопрос. В связи с этим событием, пришествием Иисуса Христа, воскресением, есть очень много вопросов. И я бы хотел сегодня коснуться только того момента, что касается самих воскресения мертвых. Друзья, я думаю, что каждый из нас когда-то провожал и хоронил своих родных или близких. Хоть раз в жизни мы находились возле тела тех, кого мы любили, знали, тем, с которыми мы общались. Может быть, это родители, дедушки, бабушки, родные наши братья, сестры. Мы были с вами на кладбищах, где мы провожаем в последний путь тела наших родных и близких. И чаще всего мы слышим там слово, которое читает брат-служитель, которое записано в первом послании Фессалоникийцам, 4 глава с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». Мы еще коснемся второй части этих стихов, но я бы хотел сегодня немножко порассуждать и задать вам вопрос. Когда мы смотрим на близких нам людей, задавали вы себе вопрос, а в каком теле они придут. Умирают люди при разных обстоятельствах, в разном возрасте. Умирают нерожденные младенцы, те, которые несколько недель. Умирают люди пожилые, достигшие глубокой старости. умирают при трагических обстоятельствах, тогда, как авиакатастрофы, когда невозможно даже собрать это тело и похоронить. Умирают в огне. Умирают при разных-разных ситуациях. Я думаю, я думаю, что возникает вопрос, а как они воскреснут? В каком теле придут? И апостол Павел, как бы предвидя вот этот вопрос, который будет возникать и у нас, верующих людей, и многих других людей, предвидя он в 35 стихе 15 главы, послании Коринфянам, в котором мы находимся, он говорит, но скажут кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Очень важный вопрос. Я хотел бы сегодня обратить внимание, братья и сестры, о том, что истина воскресения, воскресения мертвых должна сегодня звучать, как никогда, потому что в этой истине есть сила и утешения для нас, верующих. Я убежден, что за эти даже последние, может быть, 3-4 недели, когда мы находимся дома в связи с этой ситуацией, которую постигла весь мир, мы слышали о том, что кто-то ушел в вечность, правда. Пусть это не наши близкие, пусть это с другой церкви, но нам позвонили, мы молились, мы участвовали. Я бы хотел сказать слова утешения, друзья, тем, которые сегодня даже не имеют возможности похоронить своих близких, не имеют возможности быть на похоронах, ограничены, потому что такая ситуация, друзья. Я хотел бы сегодня сказать, что есть надежда, есть вот эта правда Божия, есть истина о том, что когда-то произойдет что-то потрясающее, что-то особенное. очень важно, друзья, обратить внимание, я хотел бы кратко остановиться на события воскресения мертвых. Прежде всего, нужно отметить, что пришествие Христа будет иметь две фазы, которые надо четко разграничить, потому что апостол Павел на вопрос, когда это произойдет, а в 23 стихе мы находим ответ, когда в пришествии Его. На вопрос, когда воскреснут из мертвых Христовы, апостол Павел очень ясно говорит, в пришествии Его. Друзья, а сколько будет пришествий Иисуса Христа? Писание говорит, что будет два пришествия Иисуса Христа, две фазы, и нужно четко разграничить. Первое, пришествие Христа на воздухе. Первое Фессалоникийцам, четвертая глава. Вернемся к этим стихам, которые мы только что читали. 16-17 стих, если можно, откройте нам. Мы читаем следующее, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках. Встретим их Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так мы ожидаем возвращения нашего Господа, где произойдет сначала воскресение мертвых, затем произойдет восхищение, и где мы будем встретимся с Господом? На воздухе. И так видим первое. Но Священное Писание говорит так же, и о том, что Господь снова вернется. Братья, откройте, пожалуйста, пророка Захарии, 14 глава, 4 стих. Это очень важный стих для нашего рассуждения сегодня. Книга пророка Захария, 14 глава, 4 стих. Мы читаем так. «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима, к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долиною, и половина горы отойдет к северу, и половина ее к югу». Итак, обратите внимание, где Господа ноги станут? На горе Елеонской. Это будет его второе пришествие на землю. Вопрос. Какая цель пришествия Христа на воздухе? Первое. Воскресение мертвых, мы уже об этом говорили, во Христе. Второе. Взять избранных, восхищение церкви. Второе. Третье. Судилище Христова. Помните, где апостол Павел второе послание Коринфянам, 5 глава, 10 стихе говорит, «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Какая цель пришествия Христа на землю, когда ноги его станут на горе Елеонской, мы прочитали. У нас нету времени, чтобы открывать все тексты Писания. Я хочу просто озвучить события. Дома можно посмотреть. Первое. Судить зверя, лжепророка, их воинство. Здесь есть тексты Священного Писания. Второе. Фессалоникийцам, 1 глава, 8 стих, книга Откровения. Нету времени сейчас об этом. Второе. Связать сатану. Третье. Спасти Израиля. Четвертое. Судить народы. Четыре причины, по которым Христос вернется во второй раз, явится на землю. Еще один вопрос я хотел бы кратко рассмотреть. Сколько будет воскресений из-за мертвых? Сколько будет на земле воскресений из-за мертвых? Сколько земля станет свидетелями, когда мертвые будут воскрешать? Я нахожусь в Священном Писании в Библии два раза. Первое воскресение, при первом приходе Христа за своей церковью, 1 Фессалоникийцам 4.16. Мы уже сегодня касались, да? Второе воскресение, друзья, это осуждение, когда осуждение людям, которые не примут Господа, которые отвергнут Его благодать, отвергнут Его жертву. Когда оно произойдет? Христос говорит об общем воскресении, но вот интересно, обратите внимание, хотел, чтобы мы посмотрели кратко на Евангелие от Иоанна, 5 глава, 28-29 стих, если можно, откройте. Христос говорил об этом. Смотрите, как Он говорит. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в котором все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия и изыду, творившие добро в воскресение жизни, а делающие зло в воскресение осуждения». С первого, если мы читаем, может сложиться впечатление, что Христос говорит как бы об одном событии. Все воскресают, одни для жизни, творившие добро в воскресение, а делающие зло в воскресение осуждения. Но нет, друзья, здесь нет противоречия. Христос говорил просто о понятии самом, о том, что это произойдет. Он не говорил о том, что это произойдет в одном месте, в один раз, в одно время, потому что мы видим ясную очень картину, показывающую два различных воскресения. Если можно, Откровение 20 глава, 5 стих. Книга Откровения 20 глава, 5 стих. Писание говорит, «Прочие же из умерших не ожили». Перед этим упоминается о том, что воскресение, да? «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет». Это первое воскресение. Блажен и свят, имеющие участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Вот это первое воскресение. Второе воскресение, книга Откровения, 20 глава. Если можно, с 11 стиха, откройте, упоминается Великий Белый Престол. Если можно, откройте, пожалуйста, нам этот текст. «Увидел я Великий Белый Престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось места». И 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были. Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвы, и по написанному в книгах сообразно с делами своими». И дальше, пожалуйста. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судимый был каждый по делам своим». И дальше, 14 стих. «И смерть и ад, поверженные в озеро огненное». Это смерть вторая. И кто не был записан, мы читаем, тот был брошен. И так мы видим два воскресения. Одно в оправдание, переход в жизнь для встречи с Господом. Второе осуждение. Мне хотелось бы кратко коснуться природы воскресения самого тела. «Как воскреснут мертвые?» задавали апостолу Павлу. «И в каком теле придут?» Задавали вопрос тогда, задают вопрос и сегодня. Обратите внимание, как апостол Павел очень интересно дает ответ. Когда мы смотрим на начало 36 стиха, там одно стоит слово «безрассудный и восклицательный знак». Почему так? В другом месте мы смотрим то есть неразумные. Какое безумство в другом переводе стоит. С одной стороны, как бы Павел, апостол Павел обращается к естественным законам природы. Все последующие стихи он начинает объяснять, берет в пример законы природы. И он говорит «безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет». То есть, вы же понимаете, как процесс происходит. Помните, Иисус Христос тоже об этом говорил. Он говорил о пшеничном зерне, которое должно в землю быть положено. И что с ним должно произойти? Умереть. только тогда получат плод, только тогда произойдет много, получат плода. И с одной стороны, братья и сестры, вот апостол Павел обращается как бы к естественным законам, апеллирует к тем знаниям, пониманиям людей, что происходит в мире. Но с другой стороны, я вижу, братья и сестры, в том, что настолько апостол Павел имел откровение от Господа. Скажите, кто из ученых, кто мог из ученых, кто мог додуматься для того, чтобы представить эту картину? Это Божье откровение. И апостол Павел показывает о величии Божьего откровения в этом вопросе. Несколько раз апостол Павел употребляет слово в дальнейших стихах слово «сеется». Слово «сеется». Термин «сеется» употребляется тогда, когда нужно положить зерно в землю, чтобы получить урожай осенью. Дорогие друзья, дорогая церковь, смерть верующих людей – это не потеря, это не уход в какое-то небытие, это посев. Да, ложится в землю тленное, немощное, уничиженное, душевное. Но, дорогие друзья, дорогие слушатели, будем помнить, что при воскресении мертвых произойдет что-то удивительное. Мы слышали сегодня уже из стихотворения, то, что Павел использует еще одно слово «восстает». Восстает в нетлении, восстает в славе, восстает в силе, восстает духовное, восстает, чтобы никогда не умереть, восстает, чтобы никогда не произошло разлуки на этой земле. Это будет величайшая Божья жатва, братья и сестры, когда поднимутся из земли миллионы и миллиарды людей будут измененные и преображенные. Это очень важная мысль. Какая это будет радость, какое торжество. Братья и сестры, но апостол Павел говорит, что и те, которые останутся в живых, что-то произойдет особенное. В послании к Фессалоникийцам мы уже сегодня касались, обратите внимание, говорит так, «Ибо сие говори вам Словом Господнем, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде». Потом, мы, кто это мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретене Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Возникает вопрос, братья и сестры, а с теми, кто останется на земле и удостоится этой великой милости, великого благословения быть восхищенными, произойдет что-то с этими людьми? Да, апостол Павел говорит, что Господь Сам лично произведет перемену. Мне очень нравится в послании филиппийцам, 3 глава, 21 стихе, апостол говорит так, «Который, уничиженное тело наше, прообразит так, что оно будет сообразно славному телу его, с силою которую он действует и покоряет себе все, все». И на вопрос, в каком теле придут, придут в теле, которое будет подобно как он, тело, которое никогда не стареет, тело, которое не имеет болезней, не имеет страданий, не имеет пороков, это будет абсолютное, новое духовное тело, предназначенное для вечной жизни с нашим Господом. в этом есть надежда, в этом есть радость воскресения, в этом есть торжество этого дня, о котором мы сегодня с вами празднуем, благодарим Господом. Наше тело с вами изменится, как это прекрасно, друзья. Последняя короткая мысль, и мы будем молиться, когда апостол Павел говорит о воскресении мертвых и восхищении церкви, он всегда подчеркивает самый важный факт этого события. Сам Господь. Обратите внимание, не ангелы придут, как на Рождество, сам Господь сойдет с неба, приглас архангела и трубе Божьей, братья и сестры, какое же это чудо, какая же это радость, сам Господь мы увидим, братья и сестры, что-то произойдет потрясающе на этой земле, могилы откроются, встанут наши родные близкие, братья и сестры, мы встретим наших дедушек, прадедушек, тех, которых мы потеряли, наших детей, может быть, наших родителей, которые будут преображены в новом теле, и увидим Господа, с Которым никогда не разлучимся, Который никогда нас не оставит, Который заберет на светлое небо, чтобы мы были с Ним. Дорогой друг, который не верит в воскресение мертвых, ты водами мертв, как и каждый из нас, но есть надежда воскресения, есть воскресение из мертвых на этой земле, когда ты с детской верою преклонишься пред Господом, попросишь у Него попрощения и попросишь во имя крови Христа очистить и простить тебя, произойдет уже здесь на земле что-то потрясающее, ты будешь оживотворен со Христом, жизнь Иисусова войдет твою душу, твой дух, твое тело, ты будешь новым человеком, а когда придет время прихода с этой земли, если через смерть воскреснишь из мертвых, если будем на земле, преобразимся, и так всегда с Господом будем. Дорогая церковь, братья и сестры, так хотелось бы сегодня обратиться ко всем нам. Пусть эти события, в которых мы находимся, братья и сестры, это Господь допустил, для того, чтобы, находясь дома, могли поразмыслить о своей жизни, может поменять отношение к Господу, к времени, которое Он дает нам, к детям нашим, к мужьям, женам, примириться. Там, где вы находитесь сейчас, преклоните свои колени, помолитесь Господу. И как церковь, у нас есть возможность, не видя друг друга, но соединенным в одном Духе, Духом Святым, который соединил нас уже во Христа, помолиться и прославить Его в наших молитвах. Аминь. Возладим Богу славу в молитвах.